Здравствуйте, уважаемые винокуры! С вами я, Дмитрий Лафетников, ведущий информационного канала производственной компании Дубрыжар, крупнейшего производителя в России товаров для домашнего самогоноварения, пивоварения и виноделия. А поэтому практически все, что я буду использовать в этом ролике, приборы, оборудование, ингредиенты, вы можете приобрести на нашем официальном сайте, перейдя вот по этой ссылке, также она будет внизу в описании. В этом ролике я попробую приготовить наверняка хорошо известный вам итальянский ликер, легендарное лимончелло. Нет, конечно, мне вряд ли удастся повторить оригинальный рецепт. Во-первых, у производителя есть свои секреты, а во-вторых, нужны специальные лимоны, а у меня, как вы понимаете, их нет. Поэтому будем исходить из того, что есть. Лимоны я купил в ближайшем магазине, такой сине-желтым. Апельсины, собственно, и мандарины там вообще были отвратительные, а вот лимоны мне понравились. Смотрите, желтенькие такие, аккуратненькие, ароматные, упругие. Какие выбрать лимоны и, главное, как их подготовить к настаиванию, смотрите в моем видео по ссылке внизу в описании. Вообще, как и все гениальное, рецепт лимончелло довольно прост. Готовясь к съемкам, я промониторил различные ресурсы, увидел, что все рецепты в принципе повторяются. Все авторы, ну, говорят, показывают, по сути, одно и то же. А что еще можно придумать, если нужно всего лишь настаивать цедру лимона в спирте и добавить в сахарный сироп? Согласитесь, тут трудно быть оригинальным. Но я и тут нашел повод для эксперимента. Как я уже сказал, рецепты в целом повторяются, но их можно разделить на две части. Есть так бы общая тенденция. Примерно в половине рецептов настаивают просто цедру лимонов, а во второй половине используют еще и сок лимона. Интересно, а как лучше? Вот это мы с вами и проверим. Значит, у меня две банки полуторалитровых, и в каждой из них по одному литру спирта крепостью 95%. Постоянно задаете вопросы. Спирт сделал сам, не купил в соседнем подъезде. У нас канал по домашнему винокурению, поэтому все делаем сами. Значит, встречаются рецепты лимончелло на самогоне. Ну, я его отмел сразу, потому что, понимаете, оригинальный ликер лимончелло должен быть мутным. В Италии на специальном оборудовании вот этот ликер превращает, по сути, в эмульсию. У меня же такого оборудования нет, но я знаю точно, что если спирт, насыщенный эфирами лимона, разбавить водой, то он помутнеет. Поэтому для того, чтобы хоть по внешнему виду напиток походил на оригинал, использую спирт. Опять же, много вопросов по количеству лимонов. Вернее, цедры. С пяти лимонов, шести, с двенадцати даже есть. На одном ресурсе, который уверяет, что у него оригинальный рецепт прямо из Италии, там вообще используют на один литр спирта 300 грамм цедры. Ну, я даже не знаю, может быть, в Италии, где много лимонов, и используют 300 грамм цедры, но я прикинул, сколько мне нужно лимону для того, чтобы собрать столько цедры и решил, что нет, гнаться за производителями из Италии я не буду. Тем более, что мы уже с вами опытным путем определили, сколько нужно лимонов на один литр самогона. Если вы еще не смотрели этот ролик, то ссылка будет внизу в описании. Так вот, цедра все же не лимоны, горчить не должна. Я решил на один литр спирта использовать цедру пяти лимонов. Для начала я добыл цедру с помощью вот этой вот терки. Просто взял, аккуратненько обтер лимоны обтерку. Вот с этой стороны, видите. Вот так вот. Вот так. Видите, ничего сложного нет. Почему мне нравится терка, потому что она, на мой взгляд, позволяет аккуратно убрать вот этот желтый слой, минимально затрагивая вот этот белый. Вот, в принципе, смотрите, уже чистые лимоны у меня, почищенные от цедры. Вот смотрите, аккуратненько. Если чистить ножом, то, конечно, вроде может и быстрее, удобнее, но однозначно, гарантированно задевается белый слой и появляется горечь. Мне нравится вот теркой. В то же время быстро. С другой стороны, от лимонов зависит. Знаете, недавно купил лимоны в этом, господи, как в светофоре, да. Такие помельче, тонкостенные. Ну, блин, я не знаю, такое ощущение, что они были как-то, я даже не знаю, из воска, что ли. Я тру, они не трутся, тру и не трутся. Вот эти прямо раз-раз-раз чудесные. Прямо для того, чтобы получить цедру, желательно, чтобы лимон был такой крупный и толстокорый. Для висельника вот желательно тонкокорый, а вот для цедры вот так. Значит, смотрите, это я уже сделал. Вот у меня здесь готова цедра с пяти лимонов. Получилось где-то примерно порядка 40 грамм. Там 39, 41, 40 грамм. Но меня, пока я тер цедру, знаете, постоянно мучил вопрос. Вот эти, в голове крутились эти пресловутые 300 грамм. Я решил все-таки, ну, как бы, вскрыть свои стратегические запасы и добавил сюда еще, у меня был запас сухой цедры примерно тоже с десяти лимонов. То есть, сюда сухую цедру и сюда. Но она уже была сухая, поэтому общий вес получился всего лишь 10 грамм. То есть, я добавил сюда сухой цедры 5 грамм и сюда. То есть, общий вес 45-45, но в итоге здесь с десяти лимонов и здесь с десяти лимонов просто цедра. С пяти, как бы, лимонов свежих и с пяти лимонов сухих. Как бы, уже сухая цедра. Вот такая диспозиция. А, да, вот сюда я еще отжал сок пяти лимонов. Вот у меня здесь пять и остальные пять я уже отжал. Как отжать сок, тоже все просто. Берете лимон, вот так хорошенько его крутите, крутите, чтобы он хорошенько там размялся внутри. Режете и выдавливаете. Можно выдавливать, знаете, примитивными соковыжималками. У всех она дома есть. Или же использовать по ссылке внизу в описании, пройти на наш сайт. Там есть такие профессиональные соковыжималки. Может вам понравится. Если часто делаете, то почему бы нет. Но если же один раз полгода, то он, скорее всего, может и не пригодится. Чем мне пока потенциально нравится вот этот способ? Что здесь не приходится ломать голову, куда же девать мякоть лимонов. То есть, как бы цедра и мякоти отжал. Лимоны, как, не знаю, можно уже, получается, выбросить или в чай пустить. Просто с апельсинами такой проблемы особой нет. Вроде как апельсин раз и съел. А лимоны, ну, столько особенностей, их много. Ну, не знаю. Опять же, с сахаром там в холодильник поставить, там тоже делают. В общем, ну, все равно большое количество лимонов съесть за один присъезд как бы проблематичнее, чем съесть большое количество апельсинов. Согласитесь со мной. Можно лимонад сделать, не знаю. Ну, или шашлык замариновать. В общем, вариантов много. Так вот, кстати, 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 можно попробовать сделать мацерат. Мацерат, да, хорошая идея. Вот я, кстати, сделаю мацерат. Когда он будет готов, ссылка на него будет внизу в описании. Итак, значит, все готово. Единственное, что опять забыл сказать, вот здесь сока я удалил косточки. То есть, косточки не нужны. Ну, что ж, давайте готовить. Берем первую банку и сюда закладываем цедру лимона. Так, есть. Второе. Так, опять цедру. Запах стоит просто обалденный. Что у лимонов есть, так это запах. Так, и вливаю сок. Так, готово. Давайте крышки. Сбалтываем. И это сбалтываем. Так, значит, оставляем это пока на две недели в темном месте при комнатной температуре. Тут опять в рецептах много вариантов. И на 30 дней оставляют, и на 40. В общем, посмотрим. Через две недели, я думаю, достаточно, чтобы спирт вытащил все эфиры. Как показывает опыт, после двух недель, ну, настойка на лимоне по вкусу особо не меняется. Вот проверим это. Все. По факту примем решение. Ждем. Прошло две недели. Я еще раз посмотрел в различных источниках. Везде сроки по-разному определены. Кто-то держит 40 дней, кто-то 20, кто-то пьет сразу и без настаивания. Кстати, если вас интересует быстрый рецепт лимончелло, то он будет внизу по ссылке в описании. В преддверии новогодних праздников, и не только, это может быть очень актуальной информацией. Но в любом случае, вот посмотрите внимательно. Спирт уже такой ярко-желтый, красивый такой, насыщенный, приобрел цвет. А цедра, если присмотреться, вот цедра, вот банка цедры, она наоборот побелела. Опыт подсказывает, что дальше вот мало что изменится. Что интересно, посмотрите, настолько с соком, она вот тоже прозрачная, видите, мякоть и мизга сока лежит на дне. Вот что значит спирт, да? Теперь процеживаем настойки. И тут нам поможет опять наша незаменимая воронка ситечком. Так, аккуратненько переливаем бесценную жидкость. Какой аромат, какой аромат, господи. Вот так, пусть пока стекает. Чтобы время не терять, я пока готовлю сироп. Опять же, изучил множество рецептов и переделал их под свой личный опыт, я решил использовать 500 грамм сахара на 1 литр воды. Так как у меня здесь по сути два рецепта, я естественно, значит, закладываю в кастрюлю 1 килограмм сахара и 2 литра воды. Давайте это сделаем. Так. Килограмм сахара и 2 литра воды. Это двухлитровый ковшик. Вот обратите внимание, что это вот незаменимый куб. Я в нем и самогон варю, и пиво. А теперь буду сироп для лимончелло. Универсальное орудие домашнего винокура. Включаю нагрев. Ставлю небольшую мощность. Ну, где-то 800. И вот непрерывно помешивая, ну как непрерывно, находитесь рядом. Размешивайте, вот нагреваете, размешивая непрерывно до того момента, пока сахар не растворится. Вот так. Все. Ну, пока он будет нагреваться и растворяться, я буду фильтровать настойку. Ждем. Так, сироп готов. Смотрите, еще раз повторяю. Как растворился, выключаете. До кипения не доводите. Там пену никакую не снимаете. Просто вот нагрели и растворили. По сути, он такой, знаете, тепленький. Но если вдруг вы переборщили, он такой стал горячий, градусов 30-40, то подождите, пока остынет до комнатной температуры. Ну, у меня вот такой теплый, в принципе, даже остушать не буду. Все. Получилось сиропа, знаете, вот эта полуторалитровая бантия, где-то, получается, литр 300, что ли, где-то, да, литр 300, где-то вот так, литр 350. Вот разделил на две части. Значит, теперь объединяем сироп и вот эти заготовки на лимоне. Так. Первое, это просто на цедре. Вот видите, самое прозрачное. Это, как отфильтровал, все-таки помутнело побольше, которое с соком лимона. Есть. Запах. Ну, какой же запах? Господи, вот уже хоть час хочется пить. Так, выливаю. Так, чтобы вам было видно, смотрите. Видите, помутнел. Ну, настоящий лимончелло должен быть мутный. Мы как раз этого и добиваемся. Пусть постоит, посмотрим, что будет дальше. Давайте пока объединим вот этот, который с соком. Поставлю их рядом. Так. Давайте сначала заготовку. Так. О! Мне кажется, вот этот соком как-то больше на оригинал похож, да, чем который на цедре. Ну, прямо вот такую. Да, мне вот это больше похоже. И по запаху, знаете, здесь пока вот приятнее. Пока оно такое еще горячее, такое это вот здесь вот приятнее здесь резко. Ну, ладно. Значит, не будем пока делать скоропалительных выводов. Значит, сейчас я это все оставляю отдохнуть. Ну, где-то, ну, минимум три дня. Постараюсь, может, больше. Время поджимает. Скоро Новый год. Поэтому, ну, три-пять дней все это заморожу и на дегустацию представлю. И потом постараюсь рассказать вам, что это получилось, успеть до Нового года. Ждем. Итак, вчера была дегустация. Получился довольно интересный результат, о котором мне не терпится вам рассказать. Кстати, если помните, недавно я рассказывал о небольшом бунте на дегустационном совете. Его постоянные члены хотели сложить себе полномочия после дегустации хреновой водки. Если не помните, ссылка будет внизу в описании. Но вот после этой дегустации, лимончелло, все сказали, что остаются на неопределенный срок. Значит, все нормально. Дегустационный совет продолжает работу в полном составе. Значит, по поводу вот этих напитков. Мнения разделились. Женская половина дегустационного совета проголосовала за напиток без сока. Вот он, который чуть посветлее. Они сказали, что он более ликерный такой, более сладкий, более нежный. Хотя председатель сказала, что лимончино еще более нежный, чем лимончелло. На лимончино ссылка будет внизу в описании. Но моя супруга с ней не согласилась. Она сказала, что больше лимончелло ей нравится, чем лимончино. Вот такая вот ситуация. Мне же больше понравился вот этот вариант с соком. Он такой более насыщенный, менее сладкий. Тем более, когда его заморозишь, он становится более густой, более мутный, еще более похожим на оригинал. Для варианта с одной цедрой я бы, конечно, уменьшил количество сахара. Но не стоит забывать, что мы делаем ликер. Может, этого и не стоит делать. Хотя мы же делаем для себя, исходим из своего вкуса. Потом, в процессе дегустации я согласился. Вот помните, вначале я так сомневался, что сколько там нужно много цедры для приготовления этого напитка. Так я согласился, что, возможно, цедры нужно реально много. Вот все вот эти домашние напитки уступают оригиналу по насыщенности и консистенции. Если есть возможность, то используйте больше цедры. Но, в целом, для хорошей лимонной настойки этого достаточно. И еще одна интересная деталь. Смотрите, мы выпили буквально по 5 маленьких 25-граммовых рюмочек. То есть, в итоге, где-то по 125 грамм на каждого. Пилось очень легко и свободно. Тем более, из мразильника. Я думал, что это что-то типа компотика, там, градусов 20. Но потом, буквально где-то минут через 15-20, всех накрыла волна такого легкого чудесного опьянения. Да так, что все разлеглись на диванах вокруг телевизора. Танцевать не хотелось. Но было легко и свободно. Хотелось как бы парить над этим диваном. Очень приятное ощущение. Я вроде опытный человек, чего только не пил в своей жизни. Но тут вот всего 125 грамм дало такой эффект. Я был приятно удивлен. Я потом примерно рассчитал крепость. Получается, все же в районе где-то 40-45. Хотя, повторюсь, когда пьешь, ощущается как 20, а то и меньше. Думаю, этот напиток однозначно нужно пить после плотного обеда или ужина. У меня все. Нажимайте на большой палец вверх. Подписывайтесь на канал. И не забудьте нажать колокольчик. Впереди нас ждет много интересных рецептов. С вами был я, Дмитрий Лафетников. И производственная компания Добрый Жар. Субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Продолжение следует...